Здравствуйте, рад всех приветствовать на нашей конференции. Спасибо. Последние годы характеризуются особым бурным развитием эндоскопической хирургии в гинекологии. Вапароскопический метод стал применяться в лечении злокачественных гинекологических заболеваний в конце 80-х годов. Значительная часть женщин, которым неходимо подобное вмешательство, имеет богатую сопутствующую патологию, одной из которых ожирение – сахарный диабет. На данном слайде показано, насколько выросло количество апароскопических операций на нашем онкогинекологическом отделении за последние годы. То есть их стало абсолютное большинство. В то же время, в настоящее время, ожирение считается эпидемией. В Соединенных Штатах Америки в 2002 году было загистрировано более 30% людей с индексом массы тела более 30%. А уже в 2018 году их процент составил 40%. Мало того, ожирение является причиной рака эндометрия уже в средстве различных дисгормональных расстройств. Так, женщины с массой тела 78 кг имеют риск заболеть раком эндометрия в 2-3 раза чаще, чем женщины весом 58 кг. А женщины массой тела 96 кг заболеют этим недугом в 4-3 раза больше. Частота рака эндометрия составляет 24 случая на 100 тысяч женщин и занимает четвёртое место среди наиболее расстроенных форм рака в женской популяции. Таким образом, встретить подобные патологии в операционной для нас не будет какой-то большой редкости. У пациентов с ожирением существуют особенности газообмена. У них увеличено потребление кислорода, минимум на 25% гиперпродукции углекислого глаза, что, соответственно, приводит к возрастанию минутного объёма дыхания. Увеличен мнорилегачной шунт до 25%. Это тоже ведёт к большему снижению кислорода и гипксимии. И функциональная стоточная ёмкость экспоненциально снижается с индексом массы тела. Эти операции имеют следующие основные особенности. Это, в первую очередь, изменение условий коробращения и механики дыхания в связи с компрессией нижней половины и поджатием диафрагмы, введённым интервентальным газом, абсорбцию введённую брюшную полость углекислого газа, специфическое положение пациента на операционном столе, а также действие фармакологических средств для достижения анестезии. При этом принципиально важной является величина внутрибрюшного давления, которое у пациента без зажирения составляет 5 мл рт. стаба и страдающих зажирением до 9-10 мл рт. стаба. Если кратко, то основные гинемические эффекты, развивающие при этих операциях – это снижение сердечного выброса, – рост артериального давления, рост ОПСС и легочного давления легочной артерии. Все эти изменения будут ещё больше усиливаться в положении Тренделенбурга. Как показали исследования, даже у ненаркотизированных пациентов в положении Тренделенбурга возрастает давление легочной артерии и центральное вендорное давление. Если же проводить операцию в положении Тернделенбурга, то к концу операции всё время будет снижен сердечный индекс. Одна из основных проблем, которые сталкиваются с анестезиологом во время этих операций является гиперкапния Она обусловлена объемом абсорбированной из брюшной полости углекислого газа Который колеблется от 38 до 40 мл в минуту И увеличивает общее содержание углекислоты в организме на 30% В нормальной ситуации этот легко диффундируемый газ выходит через легкие Но в случае нарушения вентиляции это будет приводить к гиперкапнии и ацидозу Сама по себе гиперкапния может вызывать нарушение ритма сердца, сужение сосудов легких и разнонаправленную реакцию миокарда С одной стороны ацидоз вызывает угнетающий действенный миокард С другой стороны гиперкапния будет стимулировать через диктативную нейросистему тихикардию и повышать сократимость миокарда В связи с этим необходим тщательный интероперационный мониторинг выдыхаемого углекислого газа или парциального давления в артериальной крови Хотя уровень выдыхаемого углекислого газа является легко доступным параметром мониторинга Он часто маскирует истинный значительно более высокий уровень углекислого газа в крови Для предотвращения повышения уровня СО2 необходимо повысить минутный объем вентиляции на 21% Что у больных с ожирением легко достигнуть, повысив частоту дыхания на 25% Во время этих операций происходит и функциональный изменение легких Высокое внутрибрышное давление вызывает сдвиг диафрагмы в краниальном направлении Чтобы ослабить базальный коллапс легких Уменьшает функциональную стачу легких и увеличивает внутрилегачной шум Соответственно, также увеличивается отношение мертвого пространства к дыхательному объему Как показали исследования, при проведении вапароскопического гастрошунтирования Комплайнс легких снижался на 31-42% А в случае повышения внутрибрышного давления до 16 млн. слаба Даже при проведении вапароскопической холестомии он мог снижаться на 50% Важно отметить, что в положении Трендельбурга комплайнс может не восстановиться даже после десуфляции газа А при одинаковых дыхательных объемах во время вапароскопии Пиковое давление в дыхательных путях может повышаться более чем в 2 раза Больные с ожирением в связи с более низкой комплайнтностью грудной стенки и легких А также сниженной функциональной остаточной емкостью более склонны к развитию лектолисазов легких И нарушения легочного газа замены Эти изменения часто происходят после индукции в общей анестезии И могут сохраняться в течение 24 часов, что приводит к более длительному сроку госпитализации Также было важно, чтобы было показано, что степень гипексимии напрямую связана с индексом массы тела В этих условиях нужно выполнить адекватный выбор режим вентиляции Обычно он основывается на стремлении обеспечить наиболее адекватный газообмен В легких при максимально низком уровне сердечного давления в дыхательных путях Одним из возможных вариантов достижения нормальной вентиляции на форме карбоксиперитонема Является увеличение минутной вентиляции за счет изменения частоты дыхания С коррекцией инспираторного давления для достижения расчетного дыхательного объема Однако во время проведения лапароскопических операций В положении Трентельбурга у пациентов, к сожалению, не всегда удается добиться адекватной оксигенации Только за счет увеличения частоты дыхания и увеличения объема вдоха Так это приводит или к росту давления в дыхательных путях и в случае вентиляции по объему Или снижение объема вдоха в случае вентиляции по давлению Соответственно, первым стал вопрос о какой же выбрать режим вентиляции по давлению или по объему И как показали исследования, вентиляция по давлению оказывает благоприятное воздействие на механику дыхания Но вызывает улучшение газообмена при операциях лапароскопических только у пациентов с ожирением Не вызывая подобного эффекта у пациентов, не страдающих данным недугом Также крайне важен подбор и использование положительного давления конца выдоха при этих операциях Так и с помощью положительного давления конца выдоха осуществляется механический маневр Который увеличивает функциональную остаточную емкость и притащает коллапс бронхиол Таким образом препятствует развитию талектазов Было показано, что применение низкого дыхательного объема Плюс ПДКВ, плюс высокая частота во время лапароскопической операции улучшает газостав артериальной крови При проведении лапароскопических вмешательств на органах малого таза Было показано положительное влияние на газообмен использования ПИПа как 10, так и 15 см Чтобы определить оптимальный уровень ПИП у тучных пациентов Было проведено исследование с использованием метода электрометастной томографии И оно показало, что наилучшие показатели оксигенации и газообмена у пациентов с ожирением Достигались при ПИПе 18,5 плюс минус 5,6 см То есть ПИП мог достигать 24 см При этом различия между группами пациентов, получавших и не получавших оптимизированный ПИП Исчезали после операции экстабации трахеи При этом надо отметить, что пациенты, получавшие высокий ПИП Имели более высокую потребность в инфузионной терапии и использовании в азопрессах До сих пор оптимальный уровень ПДКВ остается предметом дискурсии Интуализировано подборы и дальнейших исследований В частности, в настоящее время проводится соответствующее большое исследование проблаза В котором сравнивается ПДКВ 4 и 12 см водного стаба у пациентов с ожирением Крайне может быть полезен для нормального газомена у этих пациентов Использование маневра рекрунта Так было показано, что во время гинекологических аппараскопических операций Маневр рекрунта до 40 см значительно улучшил уровень кислорода в артериальной крови Кроме этого, было показано, что использование лишь одного ПИПа 10 см без маневра рекрунта У пациентов, оперированных в положении Трингу-Ленбурга Не приводит к улучшению оксигенации и газообмен При этом стоит учитывать, что эффект маневра рекрунта может быть нестойким в послеоперационном периоде И маневр рекрунта требует тщательного гемодинамического контроля Так как может быть значимым для общей гемодинамики В последнее время появился большой интерес к использованию у данных пациентов ИВЛ с инверсированным отношением вдоха-выдоха Впервые эта методика была принята в 1971 году при болезни геалиновых мебран у новорожденных Она характеризуется увеличением среднего давления в дыхательных путях без увеличения пикового давления Кроме этого, развивается внутренний ПДКВ, уровень которого тем выше, чем короче выдох Что еще больше позволяет раскрыть спавшиеся альвеолы Было показано, что данная методика позволяет обеспечить полноценную оксигнацию артериальной крови При более низких дыхательных объемах, чем традиционный ИВЛ Кроме того, этот метод обеспечивает значительно более равномерную вентиляцию Чем ИВЛ с ПДКВ, сравнимый с вентиляцией в здоровых легких При проведении вопароскопических операций было показано, что использование инверсированной ИВЛ Улучшало показатели газообмена лучше, чем использование вентиляции по давлению с использованием внешних пиков Также крайне важно, что при сравнительной анализе провоспалительных цитокинов и маркеров Повреждения легких во время вопароскопической операции с использованием инверсированной ИВЛ По сравнению с ИВЛ по объему, был выраженный протективный характер ИВЛ в режиме инверсии В дальнейшем стал вопрос о том, какое же лучшее соотношение вдоха и выдоху при проведении этой ИВЛ И китайские исследователи поучили, что в течение 20 минут, если проводить ИВЛ с инверсией 1 к 1 Они улучшались, показатели кислорода крови при лопароскопических операциях В других же исследованиях показано, что при том же соотношении, но вентиляции через 60 минут Оксигенацию удалось значимо улучшить Что не происходило при более коротком использовании данной методики Клиническое исследование в опароскопической оперативной хирургии показало, что последовательное изменение соотношения от 1 к 2 к 2 к 1 При применении ПИП-5 значительно снижало пиковое давление в дыхательных путях и улучшало оксигнацию без гемодинамических нарушений Нельзя не коснуться такой важной проблемы, как нервномышечного блока Казалось бы, что использование глубокого нервномышечного блока может привести к значимому улучшению вентиляции Однако выяснилось, что у глубоких нервномышечных блока нет преимущества При проведении ВЭЛ они только положительно влияют на условия оперирования Есть только один отчет об успешном использовании уголка нервномышечного блока Привопароскопической аппендектомии у пациентов с терминальной стадией заболевания лёгких Кроме того, у нас есть еще национальные рекомендации 2018 года, то есть свежие Они предлагают нам использовать дыхательный объем менее 10 мл на кг Должные массы тела ПИП не менее 10 см И использовать ступенчатый маневр рекрукнутый для раскрытия альвеол На нашем отделении сейчас происходит исследование по выбору наилучшего режима Режима ИВ в данной категории больных Но статистического материала пока недостаточно для полноценных выводов Поэтому я предоставлю вам несколько клинических случаев Так, больная 67 лет, рак тела матки Вес 158, рост 167, индекс массы тела 58 Достаточно богатая сопутствующая патология Где отличительной особенностью является еще хроническая болезнь почек Вопароскопической экстерпации матки с придатками Сразу после интубации больная переведена на объемную вентиляцию для измерения параметров Ну тут видно, что комплайнс у нее 25,7 При этом газовый состав крови весьма удовлетворительный В дальнейшем больная переведена по вентиляцию, по давлению Но после того, как ее перевели в Тренд-Элитбург и создали должный карбопиротенел Дыхательные объемы сократились в полтора раза Упало содержание кислорода в крови Что потребовало перевода 90% на кислород Которое какое-то время помогло справиться с проблемой Но в дальнейшем, уже через 10 минут Дыхательные объемы сократились еще больше То есть он попал до 250 от начального 450 мм Сатурация не повышалась и начала нарастать гиперкопния В связи с этим продолжать ИВЛ в том же режиме не представлялось возможным Больной перевели на режим с инверсии 2 к 1 И уже через час ИВЛ мы имели очень приличные показатели Артериальной оксигенации даже при ФИО-2,75% Умеренную гиперкопнию Через 1 час после операции у пациентки крайне хороший газовый Паповат и реанимация И на следующее утро также составляется удовлетворение Состав газа в крови Вот эта больная Надо отметить, что сразу после операции у нее Несколько увеличился уровень кретинина Что соответствует свойственно всем его пароскопическим операциям Снижение почечного хронотока Но через день ее уровень кретинина стал даже ниже, чем до операции И второй клинический пример Больная моложе, 28 лет Индекс массы тела вроде бы меньше 55 Проведена та же самая операция Сразу после интубации При ИВЛ в режиме объема Компоинс 16,2 Был проведен рекрутмент Увеличивали компоинс до 52 Хороший дыхательный объем По давлению Но после трендбулька и ракопитационного Дыхательные объемы упали в 5 раз В связи с этим переведена больная была на режим с инверсией Нам удалось добиться хорошей артериальной эксигенации Хотя сохранялась гиперкапния И через час, и через 2 часа во время операции Продолжительная операция 2,5 часа Больная была экстубирована на столе И через 30 минут после операции И через 6 часов, и на следующее утро У нее был адекватный газовый состав в крови Выводы При обеспечении лапароскопических онкогинекологических операций У больных с ожирением Целесообразно использовать вентиляцию по давлению При ИВЛ в режиме по давлению Необходимо использовать маневр рекрутмента Индивизированный ПИП ИВЛ в режиме инверсии Может быть использован в том случае Когда другие методы не позволяют Достигнуть необходимого дыхательного объема И оксигнации при безопасных уровнях давления В дыхательных путях Спасибо за внимание Спасибо большое, Сергей Аркадьевич У нас есть несколько минут для вопросов Пожалуйста Можно погромче Во всех случаях я видела ПИП был 0 ПИП был 0 во время инверсии Дело в том, что мы пробовали использовать подбор параметров При использовании режима инверсии Это отдельная большая стратегия Когда мы пытались использовать ПИП внешний У нас так сокращались дыхательные объемы Что гиперкапнист становился уже просто неприемлемым Поняла, спасибо А частота всегда 12-14 Вы говорите о влечении частоты И при этом, как бы я не видела ее такой, как 20-16 А ты так тоже приводил к снижению дыхательных объемов А пресс-контрол в основном вы не используете? Ну вот я там показывал пример Тайминг маленький и время мало Но там был пресс-контроль Вот начинался с пресс-контроль А потом все переводилось на инверсию А какое пиковое вы допускаете, в принципе? 35 мы допускаем То есть если выше? Ну, есть рекомендации выше не делать То есть вы, по сути, допускаете снижение дыхательного объема Но не повышение ПИП при этом? Не выше ПИП, не больше 35 То есть это такой строгий ограничитель? Ну, они заключены даже в месте переказа министерства Спасибо Еще вопрос, Вадим? Пожалуйста Спасибо за прекрасное выступление Вообще, на самом деле, интересная тема Да, и то, что вы продемонстрировали Это интересный результат У меня вопрос такой Чисто по пониманию под физиологией Инвертированной такой вентиляцией Получается то, что вы, инвертируя вентиляцию Увеличивали распределение газа Для увеличения остаточного объема легких Остаточного объема легких И сокращение выдоха приводило, но неизбежно должно приводить было К возникновению ауто-ПИП Вы какие-то такие сдвиги регистрировали или нет? Или на доступной аппаратуре не позволяло увидеть увеличение ПИП? Доступная аппаратура не позволяет измерить изолированный ауто-ПИП Это вообще очень редкая аппаратура Которая позволяет регистрировать ауто-ПИП Общее давление не росло Вот мы остановились Общее давление должно быть не больше 30 пациентов Общее пиковое не больше 35 И еще один вопрос следующий Скажите, пожалуйста, вы при инвертировании отношения вдоха к выдоху Минутную вентиляцию увеличивали или нет? Я не успел запомнить просто Или параметры минутной вентиляции оставались те же самые? Минутная вентиляция у нас снижалась все время И при инверсии, и при давлении К сожалению, особенность этих операций в том Что за счет снижения комплайнса, да, выраженного И давление дыхательных путей, оно все время будет уменьшаться И если в палате реанимации, когда мы ведем этих пациентов У нас есть время подобрать параметры, увидеть что-то Или посмотреть на эксистенцию К сожалению, динамика изменений в операционной Не позволяет нам этого добиться И мы старались добиться хотя бы артериальной оксигенации На приемлемых уровнях гиперкопнии